мне кажется у каждого из нас есть свои любимые места в которые хочется возвращаться снова и снова наслаждаться природой погодой и открывать что-то новое для меня такое место брасловский район мне кажется его можно исследовать бесконечно если вы со мной тогда поехали сегодня я собираюсь побывать на самом большом белорусском водопаде мне сказали что люди здесь купаются я подготовилась взяла полотенце но честно я даже боюсь ноги помочить прокатиться на катере вдоль границы с латвией а как определить вот и в воде где заканчивается государственная граница по речному участку проходит как правило по фарватеру реки и познакомиться с гением который превращает металлолом в настоящие шедевры я очень люблю водить обожаю но впервые буду управлять подобным багги роман не боитесь нет когда ты часто путешествуешь дороги становятся как родные особенно если проезжаешь по ним не в первый раз и даже не во второй но это не означает что маршруты одни и те же прелесть путешествий в том что ты можешь их миксовать и перестраивать по ходу добавляя новые места собственно я так и сделала уже в начале поездки я немного изменила курс и свернула в сторону миор на машине едем из минска до бегомля сворачиваем до шарковщины ну а там уже и до города недалеко добраться до мер можно также ночным поездом и на маршрутке а если проехать чуть дальше за город километров 15 можно оказаться в местечке идолта необычное название правда у меня она ассоциируется с чем-то прибалтийским хотя я так и не узнала как переводится это слово в идолте частично сохранился усадебный комплекс 19 века это постройки последних владельцев рода милошей говорят эти земли они купили у известных магнатов сапек милоши это знакомитая семья в великим князь литовским была и на вот у российской империи они володали великой колькостью земель а где детей мкнулись за учет дать выдатную адукацию детям с сынам особо военную адукацию и таким чином многие были были выдатными войсковцами а еще милоши знаками ты тым что сирот нашатка у милоши здесь французский поэт оскар милош и лауреат нобелевской премии число милош рассказывают что интерьер дома украшали гобелены и портреты семьи милошей а еще здесь было огромное собрание литературы на разных языках сейчас от усадьбы остались главный дом и несколько хозяйственных построек а когда-то владение милоши простирались на 10000 гектаров кстати хозяйственный двор остался нетронутым получается оригинальный образец белорусской культуры и быта прошлых столетий здесь держали коров и лошадей к слову на том месте где сейчас стою находился пруд и работники наполняли его вручную водой чтобы напоить животных так как насоса в то время еще не было и осев был первым владельцем имения вторым стал его сын евгений говорят он очень много сделал для местечко и крестьяне его уважали в идолте была продумана инженерная гидросистема из трех прудов все они были связаны с озером одним каналом сейчас в этом канале воды нет но зато угадывается русло кстати на озере есть полуостров а на нем небольшая часовня каплица была построена во второй половине девятнадцатого века здесь находилась усыпальница рода милошей по рассказам ее построил евгений милош в память о своей жене то есть получается это местный тадж махал правда он не такой огромный по размеру и строили его не 20 лет но зато все равно звучит романтично на другом берегу озера находится деревня милошова ее главная достопримечательность костел богоматери своими витражами арками башни издалека он напоминает замок ксен свячеслав мне кажется или этот костел чем-то похож на тот что находится в браслове потому что при строительстве того костела тоже использовались огромные валуны правды это отметность наших территорий брасловщины миорщины кали у до унистри храмову выкарастовывается натуральный камень по пасля ледникового периода тут на этой земле хаву вельми шмат засталося и кап взробить боль штанным буда униства святыня у люди гэты материал завсёды выкарастованы это костел один и в своем роде у беларуси и оси гонны брат близня и он находится у полночной италии каля города падуи а это стиль называется модерн и саправды у беларуси больше прикладываем у него кажется что этому храму много-много лет но на самом деле ему слегка за 80 при этом он не был разрушен ни в военное время не в года атеизма чувствуется что храм центр жизни местечко здесь по-домашнему тепло и уютно даже если вы не встретите настоятеля храма прихожане сами проведут для вас экскурсию ведь костел это их гордость те отгадаете что это такое ну вот ксен свячеслав зачем вы меня позорите и не знаю что может что-то я не знаю это вельми просто рэдж как очистить боты пиратами к засти ну да кстати удобно у каждого храма своя выразительность кроме архитектуры и панно этот костел не запомнится спасенной иконой божьей матери когда-то она находилась в одном из храмов друи недалеко отсюда но его разрушили а образ каким-то чудом вынесли местные жители это образ приблизно 18 ста годзе походжение судатейный образ мать и божий хоть и на сегодняшний день мы уже не маям докладных таких звездок про то я что отбываются отсюда али не маем так сама докладных звездок что суды не отбываются або бог за все додейничает тем больше про мать и праз мать и божую и человеку да помогает чем свечать это я вот и это и вот маленькие сердце якея смещены клеопраза люди зудячности до мать и божий за ней куда триманную ласку дар это я вот и измещали тут капось выказать свою подзяку пану богу праз мать и на свете решу в который раз убеждаюсь сколько загадок скрывают наши местечки это касается не только истории но и архитектурного наследия впечатляет правда все мы знаем что беларусь не избалована водопадами но это не значит что их совсем нет вбиваем в навигатор водопад на реке вята и мчимся к нему конечно интернет делает свое дело мне кажется еще лет пять-шесть назад об этом водопаде знали только местные жители но и заядлые путешественники а теперь это известная достопримечательность но вот представьте вам предлагает давай сгоняем на водопад вы бы устояли вот и я нет вообще испокон веков никакого водопада здесь не было он создан искусственно но не для красоты все гораздо прагматичней в начале прошлого века недалеко от мер построили бумажную фабрику а возле реки соорудили мельницу но ее энергии не хватало в итоге на берегу появилась электростанция а чтобы она лучше работала прямо на русле построили двухметровую каменную стену а вот такая история электростанции уже давно нет а водопад остался я не ожидала что поток воды будет такой силы по камушкам я погуляю опасно кстати между водопадом и каменной стеной есть ниша не дать не взять спа каскад для экстремалов мне сказали что люди здесь купаются я подготовилась взяла полотенца но честно я даже боюсь ноги помочить этот водопад называют самым большим в беларуси рядом с ним есть и поменьше но зачем мелочиться здесь так эффектно тонны переливающиеся воды шум брызги но имейте ввиду в жару здесь тесновато как на курорте на природе просыпается зверский аппетит не забывайте про собой q она ух как пригодится а к ней можно еще добавить кулинарный мастер-класс его вам могут провести в друе и это не только белорусские блюда но и азербайджанская кухня голубцы я пробовала а долму нет долму делается с баранины добавляем туда рис лук укроп зелень кинза там соль перец листья берем замачиваем кипятком да 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 минут пять подождем это как горечь она выйдет вы знали что азербайджанская долма наследие юнеско а вот это поворот теперь понятно почему ее называют королева азербайджанской кухни одних только рецептов под четыре сотни не подсказываете сколько будет достаточно начинки нормально хорошо о ничего нормально пойдет я вам скажу завернуть листики красиво ювелирная работа ведь настоящая долма должна быть не больше грецкого ореха а вы давно вдруг живете 93 года я-то сам с города кираубат раньше был а сейчас я же переименовали обратно по величине второй город в азербайджане очень красивый город очень а скучаете по азербайджану скучаю да а что поделать там то там бываете не там родственники есть кое-какие там ну племянники вот двоюродные братья вот так мы с ними созваниваюсь разговариваю он недавно позапрошлый год двоюродный брат приезжал сюда и как ему друя понравилось очень по местам водил везде вот эти костелы наши и брасла ввозил и вид за костелы везде долму подают с разными соусами мы сделали чесночно-сметанной ох скорее бы дегустация терпение это не про меня вы мне расскажите как это правильно есть еще наложите понял еще себе наложил до остановите а сейчас сверху вот этим обливается ребята оторваться невозможно это что-то невероятное друзья это на самом деле очень вкусно сытно я бы даже сказал полезно вот но злоупотреблять тоже лучше не стоит потому что не заметите как пару лишних килограммов появится у вас на боках вот что значит приехать в одно из своих любимых мест все бесподобно вдвойне и еда и природа вдруг я была прошлым летом что я вам скажу это любовь есть у местечко что-то такое что притягивает а в ютюбе кстати есть целый маршрут с явками и паролями где и что посмотреть друя находится рядом с латвией до нее рукой подать разделяет страны западная двина на правом берегу поселок пиедруя на левом белорусская друя пограничники следят за границей и на земле и на высоте кстати на наблюдательной вышки я еще не была денис несмотря на все современные технологии охраны границы такие вышки они еще актуальны и насколько они эффективны они как всегда актуальны и эффективны на участке каждого из подразделений есть от одной до трех вышек это все зависит от рельефа местности от особенностей высота пограничной вышки составляет 15 метров и пограничник может не только своими глазами очень наблюдать за местностью но использует при этом технические листва визуального наблюдения а также оптик электронный прибор 15 метров попробуем попробуй подняться попробуем не знаю как быстро взбираются пограничники лично я не торопилась делала все аккуратно как настоящая девочка одновременно этот вид и дух захватывает и страшно а сколько километров вы вот так вот можете просматривать ну ближайшей территории минимум 10-15 километров ясно солнечную видимо хорошую погоду очень даже просматриваются ведь на службу пограничникам берут только тех у кого зрение исключительно единица и поэтому плохо видящих солдат пограничника просто не бывает а в темноте как следят или в темноте не залазить в ночное время мы используем приборы ночного видения и поэтому это тоже наши помощники которые нам помогают охранять государственную границу также у нас используются фото ловушки изображения с которых моментально приходит на пульт дежурному по пограничной заставе к мазеру подразделения из всех правоохранителей беларуси только у пограничников есть свой флот охраняют границу они на быстроходных катерах и на одном из них мы прямо сейчас отправимся в дозор на съемках мне часто говорят что теряются при виде камеры вы знаете и я волнуюсь когда соприкасаюсь с разными профессиями на границе тоже немного нервничала здесь все очень серьезно а с какой скорости обычно обычно скорость выбирается чтобы хорошо видеть береговую отмели потому что может быть что-то прибито к берегу на быстрой скорости этого не увидишь но случай уже когда необходимо идти на задержание понятное дело скорость лодки увеличивается в два раза точно это приблизительно какая приблизительно 40 километров в час по водной глади реки западная длина мы можем передвигаться и сколько километров вы охраняете ну охраняю порядка 20 километров именно по реке западная длина и какие способы вы для этого используете я так понимаю не только у вас быстроходные катера еще и собаки на реке в основном своем это патрулируем с использованием жестко надувной моторной лодки также на тыловых поступок к реке западная длина мы выставляем войсковые пограничные наряды также в век информационных технологий и так далее мы тоже не стоим на месте у нас очень много технических средств охраны государственной границы которые установлены далеко от самой линии государственной границы что нам позволяет своевременно выйти на катере чтобы упредить и задержать и приостановить какое-то противоправное действие на государственной границы а я так понимаю вы ходите вы только вот с этим флагом до береговой охраны органов пограничной службы есть флаг именно с этим флагом мы обязаны выйти на патрулирование речного участка государственной границы тем самым обозначить свою принадлежность к органам пограничной службы республики беларусь а у вас бывали какие-нибудь не знаю нелепые задержания смешные ситуации был случай задерживали водолаза лично сам принимал участие на острове друйском переплыл с территории республики беларусь на остров и остров по площади очень большой он находясь на этом острове просто просто потерял ориентировку и не понимал с какой стороны находится латвия с какой стороны находится республика беларусь кстати остров считается нашей территории попасть на него можно только с разрешения это касается всех и местных жителей и туристов еще во второй половине 20 века на острове сеяли сельхоз культуры позже здесь было футбольное поле сегодня остров востребован у белорусских рыбаков здесь водится судак сом щука и многие другие острова есть еще одно название молочный сейчас поймете почему привет нет да здесь живут коровы вы не ослышались именно живут но это коровы местных жителей городского агрогородка друя они сюда загоняют весной и забирают их обратно только осенью а вот кстати коровы они воспитанные не нарушают покой границы нет они не нарушают во-первых глубина они не лезут воду сильно они себе спокойненько кушают правку и загорают на солнышке ну что время возвращаться на большую землю вообще до нее можно добраться за минуту но мы не подарили водную прогулку как говорится залог успеха в любом деле это сплоченная команда спасибо вам большое легкой вам службы и надежных сослуживцев до свидания граничники г они говорят до свидания говорят до скорой встречи до скорой встречи в путешествиях мне везет на хороших людей это большая удачей дорогого стоит вдруг я познакомилась невероятным человеком механиком самоучкой который вдыхает вторую жизнь в металлолом честно я себе представляю вот мы с вами вместе где-нибудь оказываемся я смотрю на одну и ту же вещь для меня это хлам барахло а для вас у вас уже в голове наверное там так это элемент для будущего трактора это еще для чего-то даже бывает что то надо что металлом где сдают принимают туда пройдешь до кашка что-то разрывается такой хорошие вещи что дознают что можно было сделать когда говорят об изделиях из хлама воображение рисует не очень эстетические вещи но увидев изобретение романа понимаешь из куска железа можно делать шедевры причем с хорошим функционалом как вам такой ветряк между прочим ручная работа такая станция питает 9 фонарей во дворе а если дома вдруг пропадет свет она тоже справится роман не устроил настоящие металл-шоу вы только посмотрите на этот трактор я будто на презентации где изобретение можно не только рассматривать но испытывать машина как живая мне казалось еще чуть-чуть и она могла бы превратиться в автобот слушайте как круто а что самое сложное было вот и сделать в нем ну к саму сложное не знаю двигатель с коробками состыковать как бы запорожца двигатель а то есть мы можем запорожец послужил основой трактора двигатель только запорожца а так потом идет две коробки от газ 53 потом задний мост раз 51 вот над комбайны в передней эти передний мост передний мост только байна тут раз 50 все вся техника от сельхоз разных этих машин тоже кое-что применялось всего это удивительно это удивительно правда это вентилятор даже жарко да вот отломалась недавно по кустам ехал затепило но все равно это кондиционер не просто трактора еще из комфортно чтобы работалось транспорт одна из любимых тем в творчестве романа кроме трактора он еще создал багги посмотрите какой красавчик тоже смесь разных запчастей от французского немецкого и даже советского автопромов кстати роман сделал багги совсем недавно можно сказать мне повезло прикоснулась к новинке я очень люблю водить обожаю но впервые буду управлять подобным багги роман не боитесь нет так цепление это все так выжила первая передача у нас вниз давно по табличке пройти ой проходимость у автомобиля хорошая грязь не грязь и везде проедет а если даже и застрянет не проблема вытянет встроенная лебедка роман собирал машину как раз для бездорожья в багги даже кузовок предусмотрен для грибов и ягод и это еще не все сейчас вы точно упадете маша вот хочу тебя удивить еще одним моим проектом а что это а это вот такая вещь хорошая вкуснятина как вы этим управляете вот привод шашлакову даже пульта вас еще и пульт первый раз вижу мангал и пуль это восторг чтобы сильно вас не расстраивать не буду говорить о том как мне было вкусно а мне было очень вкусно путешествие каждый новый поворот уже воспоминания за эту поездку у меня насобирался целый багаж впечатлений в общем приезжайте сюда вам точно понравится это говорит вам человек который здесь уже не в первый раз то есть и и и Редактор субтитров А.Семкин